Всем привет! Я сама до конца не верю в то, что я сейчас скажу. Я еду к парикмахеру освежать цвет волос. Именно так мне хочется сказать, потому что я не буду делать какие-то кардинальные перемены. Но это всего лишь волосы, мне хочется чего-то нового, чего-то свежего. Мне кажется, что такой оттенок волос не совсем меня освежает. Да, он всегда был таким, я с таким цветом родилась. Но раньше, когда я ходила с длинными волосами, то у меня были светлые концовки. И в принципе, раньше я загорала и волосы тоже выгорали на солнце очень сильно. Сейчас я прячусь от солнца, я ношу головные уборы или просто связываю волосы, потому что мне неудобно. И, соответственно, волосы стали темнее. То есть сейчас вот видно, что внизу они более светлые. И мне хотелось бы не холодный оттенок волос, а именно такой пшеничный. Я доверяю своему парикмахеру. Она сама мне это предложила. И мне хотелось бы сделать то ли балаяш, как это правильно называется. Я не в курсе, девочки. Я никогда в жизни не красила волосы. Я без понятия, какие сейчас техники. Я все у нее распрошу. И это настолько волнительно. Я на эмоциях проснулась. Сегодня в полшестого утра. И, в принципе, у меня было много работы. Я еду к парикмахеру в рабочее время, поэтому работа ждать не будет. Ее должен кто-то выполнить. Кроме меня некому. Вот, поэтому поработала. Сейчас 10 часов утра. Я еду к моей Каролине. Это парикмахер из Ковины, из того городка, в котором мы жили раньше. И, я не знаю, вы тоже так переживаете. В прошлый раз, когда я у нее была, она нашла у меня первую седую волосину. Это не смертельно. Это всех ждет, но было очень неожиданно. Я как-то думала, что это наступает позже, хотя у моей мамы появилась седина еще раньше. А у папы после 40, наверное, или после 45, потому что у него были волосы такого цвета, как у меня. Поехали. Я сама не могу дождаться. И у меня волосы настолько быстро растут, что мне даже хотелось бы убрать несколько сантиметров. Ну, как Карлина скажет, так и сделаем. Потому что, когда я начинаю командовать, это всегда расстройство. Доверяюсь ее руки. Я не знаю. У меня, конечно, позитивный настрой, но девочки, если что-то пойдет не так, ждите целую серию роликов о восстановлении и отращивании волос. Я поехала. Господи, как у меня болят ноги после последней тренировки с Катей. Это просто катастрофа. Я только что посмотрела. То, что я снимала после парикмахера, и оказалось, что там вообще все в расфокусе. Поэтому, повторюсь, я не хотела никаких кардинальных перемен. И техника, которую использовала мой парикмахер, называется Sunlight. Она пользовалась просто обесцвечивающим средством. Она держала его на моих волосах где-то минут 7, ну, может, 10, не дольше. Так как у меня натуральные светлые волосы, и камера не может просто передать то, что получилось. Я сейчас только помыла голову, и волосы высохли, я их не вытягивала утюжком. И это просто такие блики, как будто я выгорела на солнце. Это то, что я хотела получить. Я не хотела какое-то милирование, да, перегидрольное. Вот, поэтому мне нравится то, что, в принципе, если кто-то не знает, то можно даже не догадаться. То есть, видите, такие светленькие пряди. И когда я выхожу на солнце, то это прям очень сильно заметно. Ну, то есть, как будто я чуть-чуть выгорела, так как я сказала. И мне нравится то, что у лица сейчас чуть светлее прядки. Моя Каролина знает меня, что все какие-то перемены мне сложно даются. Поэтому она сказала, что захочешь сделать еще светлее, сделаем. Но это то, что меня как бы не шокирует. Я не уверена, что я буду краситься еще и делать еще светлее. Но вот видите, есть такие блики. Вы, наверное, сейчас смотрите и думаете, что я сумасшедшая. Тома, который спросил, где деньги, за что ты заплатила. Ну, главное, что я довольна. И, наверное, скорее всего, к счастью, да, то, что я обращаюсь именно к профессионалам, которые знают меня, которые знают мои предпочтения. И я никогда не жалею о сделанном. Я не ощущаю, чтобы волосы стали сухими. И все, эксперимент закончен. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Но Каролина обещала, что они не будут обламываться, что это не травматичная процедура, которую мы сделали. Она также нанесла мне тонер. Я просила, чтобы пряди не были холодными. И это, собственно говоря, все. Недавно в аэропорту мой взгляд и нос снова зацепил аромат от Гуччи. Он в такой розовой упаковке. И на нем нарисованы зеленые листья. Я решила, что прежде чем я его куплю, я разберу свою коллекцию ароматов, которые я использую в теплое время года. Ароматного видео в этом сезоне не будет. Но так как многие из вас запрашивают и многие также ориентируются на мой выбор, я покажу те ароматы буквально в двух словах, знаете, которые со мной уже не первый год, которые я обновляю, которые я очень сильно люблю. Но пока у меня не освободится хотя бы одно место здесь, я не куплю аромат от Гуччи. Значит, что мне сейчас очень сильно нравится. Вот этот, несомненно, он уже подходит к концу. Видите, очень классный, свежий, с цитрусами. В нем присутствует легкая сладкая нота, но она не напрягающая. Это аромат унисекс. И все вот эти одеколоны, туалетные воды, здесь нет парфюма. Они не супер стойкие, но летом я не люблю шлейф ни от себя, ни от других. Очень нравятся практически все ароматы от Герлен из линейки Аква Алегория. У меня вот эта херба-фреска, наверное, так. Не уверена, что это именно так читается. Но это травяной аромат. Очень классный. И вот Гуччи, которые я вспоминала, это что-то в том же духе. То есть, они, конечно же, разные, но тем не менее, я все-таки считаю, что это очень близко. У меня явно проблемы с мелочью. Я не ношу с собой кошелек. Уже очень давно, постоянно карточка и какая-то наличка, чтобы где-то рассчитаться за парковку. Потом, когда выдают мелочь, я не знаю, куда ее приткнуть. Перекладываю из сумочки в сумочку. Потом выкладываю на кухонном столе у себя в комнате. Нужно будет отнести в банк и поменять. Вот этот аромат Миздиор, Блуминг Букей. Он очень нежный для такой женственной натуры. Если вам нравятся фруктовые ароматы, пион, вот чтобы был какой-то такой персик. Я думаю, что вы его оцените. Инжир, прям листья инжира, легкий аромат кокоса, но не тот, который в косметике присутствует. Очень натуральный. Я бы взяла себе парфюмированную версию. Вот этот от Эрмес, он подойдет только не на супер жаркое лето, потому что он немножко может отдавать котиками. Он с ревнем очень интересный. Все они такие свежие. Если где-то есть сладость, я вам об этом говорю. То ли второй, то ли третий флакончик от Эрмес. Это сады. Только какие именно? Я напишу вам в инфобоксе. Вот так называется этот аромат. И это свежескошенная трава, фрукты свежие, зеленые. Обалденные. Вот если бы нужно было оставить один, это был бы этот. Дольча Габбана, императрица. Сейчас. Я бы не сказала, что это аромат для императрицы, для такой статной женщины, которая занимает серьезную социальную позицию. Но он правильный, он очень тонкий, он не навязчивый. И даже если вы ходите на работу, то я уверена, что от него не будут шарахаться люди. То есть он такой вот очень элегантный. И опять же, я понимаю, почему этот аромат стал настолько популярен. Одно время им пахли всем. И однозначно на это есть причина. Можете почитать на фрагрантике, что есть в составе. Вот этот, он сладенький такой. Даже не то, чтобы сладенький, он больше пудровый. Он отличается от всех. И вот если не душно, то с ним классно. А если у вас прям такое паркое, жаркое лето, то я бы оставила его на осень. Я понимаю, что это немало, но я ароматы люблю, я ими пользуюсь. Если вы такой же фанат, то все полные названия ищите в инфобоксе. Так, девочки, мамочки, возвращаясь к детской теме, я как-то показывала вам вот эти сандалии из H&M, что я купила их детям. Это наш парадно-выходной вариант. Но на каждый день я всегда выбираю обувь, которая не натирает деткам, которая хорошо держит стопу, которая кожаная, удобная, практичная. И, конечно же, желательно, чтобы она еще и стоила недорого. И вот есть такой польский бренд, который называется CCC. Я ему верна уже очень много лет. Себе я там обувь не покупаю, но у них есть бренд, который называется Лосоцкий. То есть это линейка, такая более премиальная, но на самом деле сандалики там недорогие. Где-то 20 евро стоит. Если сравнивать с другими, типа там, господи, сейчас вылетело из головы, даже польские я раньше покупала, блин, забыла сейчас. На каждый сезон я буквально охочусь за их сандалями. Их у нас очень быстро разбирают. Мамы их любят, ценят. И наверняка есть варианты получше, но вот это, знаете, дешево и сердито. И у них есть также линейка для девочек, не только для мальчишек, а вот эти взяла для Игнашика. Я уверена, что они не развалятся. И даже несмотря на то, что здесь светлая такая подкладка, она не пачкается. Я не знаю, как они это делают. Я, конечно, не говорю, что это самые классные сандалии в мире, но я должна сказать, что уже на протяжении многих, многих лет покупаю их, и они нам служат верой и правдой. Так что делюсь с вами. У меня очень много новых зрителей. Спасибо, что подписываетесь. Я всегда рада новым девушкам, молодым людям. И вот из года в год повторяю, что они нам до сих пор нравятся. Покупаю. Планы на вечер у меня были грандиозными. Я проснулась полна энергии, но к вечеру как-то понимаю, что я подустала, и моя батарейка села. Покупки продуктов, ужин и довольно активный день с детьми дают о себе знать. То есть мы сделали такую огромную закупку еды на неделю практически. И пока я это все разложила, понимаю, что хочется просто расслабиться. И сейчас вот я сижу у нас на террасе, а дети все. С одного дома, со второго и с третьего. У соседки теперь. По очереди меняемся. И теперь у нас такой лайк с мужем здесь. Он беседует с соседом с левой стороны. И это здорово, когда все соседи адекватные, и когда вот так можно немножко выдохнуть. Пойду помоюсь, сделаю себе масочку. А еще знаете, что мы сегодня собирались сделать? Мы планируем отпуск в июне месяце. И сегодня вечером с Томиком будем сидеть, бронировать дома, потому что мы едем на машине в Италию. Я его уговорила, потом я хотела снова на All Inclusive, чтобы вообще просто, знаете, не переживать по поводу еды, чего-то еще, каких-то развлекушек для малышни. Но я очень-очень люблю посещать новые места. И я обязательно буду снимать влог, потому что Италия, это одна из моих любимых стран. Я никогда не была в Тоскании. Так что, эта поездка будет такой особенной для меня. Академия. Италия. 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 чувство стянутости, она имеет легкий приятный аромат, вот, и девочки, халатик у меня из H&M, я покупала его года два тому назад, он настолько приятный, я его обожаю сейчас, именно в секции H&M, и сейчас в секции H&M Home, они бывают в разных расцветках, и на Исос я видела похожие, он хлопковый, в нем не жарко, он не скользит, знаете, бывают такие, которые вечно развязываются, у меня уже заплетается язык, отправляюсь отдыхать, планирую сделать заказ на Юрб, и на этом мой день заканчивается, наконец-то я дождалась этого момента, еще раз везде мое активное утро с Катей, и я включаю себе музыку, чаще всего выбираю какой-то микс, или включаю свой плейлист, Катюша, и сегодня у меня будет тренировка на руки, у меня просто дрожат руки, сейчас проверила инстаграм, заварила себе кофе, иду делать коктейль Захарчику, он уже проснулся, он у нас ранняя птичка, клубника, мед, и маслянка, это и не ряженка, и не кефир, я не знаю, как это по-русски, о себе я сделала со стевией, у меня ванильная, я покупала ее на iHerb, она у меня уже так долго, и все еще не закончилась, сейчас мы приехали пообедать, а дальше отправляемся в настоящую сказку к тете Томако, вообще у них очень теплые отношения, и когда у кого-то из них именины, они прямо каждый год навещают друг друга, и тетя Томако вообще живет в квартире, но как только становится тепло, они переезжают в свой загородный дом, там настоящая сказка, причем они такие молодцы, они купили практически такой разрушенный дом уже, и полностью его отреставрировали, и все сделали собственными руками. В Польше никогда ничего невозможно нормально запланировать, погода оказалась невероятной, но как обычно это бывает, просто наступила буря, внезапно, и снова солнце, к этому невозможно привыкнуть, взлетите эти цветочки, клубнику, кое-что огорячительное, косметику и тортик, мальчишки уже пошли там в мужской компании развлекаться, я спущусь вниз и покажу вам вид. Отсюда так видно Татры, очень красиво, они все-все делали сами, все, что вы видите, даже вот этот забор они собирали сами, каждую мельчайшую деталь. Здесь была практически руина, они ее восстановили, но сохранили такой характер, скажем так. Потом зайдем здесь как в музее, купленные цветочки и все будут садить. Они недавно сюда приехали, потому что еще неделю тому назад здесь было больше снега, чем вообще за всю зиму в Кракове, представляете? Май на дворе, колодец уже не работает, но так симпатично, все ровно посажено. У ее мужа тоже просто золотые руки, он все может сделать. Приехали внучата, значит будет машина. Радости столько. Здесь я даже никогда сама не была, целый огромный гараж, здесь можно все отремонтировать, построить, не знаю, вырезать. И здесь, кстати, такой порядок, в котором разбирается только сам хозяин, но здесь миллион разных машин, приспособлений. Мальчики просто в восторге. Вот еще что-то дядя тут планирует сделать. Красотка тетя. Природа обалденная. А, тут мешкали ковали, которые куют, как они по-русски правильно называются, подскажите. А это вы зарубились все таки напись, так? Так, так, так. Ой, вот название прям прицепили. Дядя. Дядя. Мы находимся довольно высоко. Прямо в горах. И вот когда небо такое чистое, нет тумана, то видны Татры. Че, че, а какие тут сунгуры? Тут сунгуры, видимо? То есть бескид мышленицкий. Ага, бескид. А там сунгары. А вот там Татры, тетя говорит. Я спрашиваю, почему вот у них есть грядочки небольшие, помидоры в теплице. Вчера все высаживали так аккуратно, все сделано с душой. У моего папы тоже все было так параллельно, симметрично. Вот. И тетя говорит, что здесь столько животных, они обгрызают все. Нужно постоянно следить. И даже фруктовые деревья тут не переживают, все съедают. Вот с этой стороны. Едет транспорт? Керуй! Мальчишек бы сюда на недельку. Такой ты сладкий. Потихоньку. Игнат обожает собак. Здесь место для костра. Позже будем жарить колбаски. А здесь у дяди коптильня. Вы как отцу там робишь ты? В той вензарне? Я готова себя в кухне дома. Ага. И вензарня есть везде. А там есть вензарня. Что? Подождите, я вам неправильно сказала. Это просто летняя кухня здесь. То есть здесь можно готовить. Можно там ближе обожать? Да, но. Вау! Тут даже вода есть. Ну, они только приехали сюда и пока что убираются. Поэтому тетя даже говорила, что не убрано. Вот. Но все. Все очень аккуратненько. Бывает даже в квартире, в которой живешь, и то более грязно. А здесь коптильня. Или как это назвать? Короче говоря, здесь можно коптить все, что хотите. Рыбу, мясо, что придумаете. Они специально не сеют газон. Все максимально натуральное. Здесь есть соседи, но очень многие приезжают только, там, не знаю, летом. Несколько раз. Зимой здесь практически никого нет. Очень много снега. Тетя разрешила поснимать. Это все оригинальное. И это отремонтированное. Как я и говорила, все-все сами. Здесь печь. Я вам говорю, как в музее. Тут столько деталей. То есть здесь нет газа для отопления, для обогревания. Вот. И они каждую, каждую деталь откуда-то привозили. Или это семейные какие-то дорогие вещи. Дорогие сердцу больше. Вот. Этот сервант, это еще тетиной бабушки. То есть, да, правильно говорю. Красивый стол. Так, с душой. Вы знаете, что я такое очень-очень сильно люблю. Хрусталь. Хрусталь вот я домой тоже хотела бы. Только посмотрите, как здесь красиво. Вот. Тетя говорит, что нужно отреставрировать. Говорю, нет, не надо. Как раз в этом весь кайф. Здесь кухня. Вот. Не будем заглядывать в каждый уголок. Но очень интересно. То есть, настоящая печь, как у моей бабушки там за 150 километров от Киева. И вот здесь, например, тетя рассказывала весы, которым очень много лет. Они купили их на какой-то гаражной, типа как распродаже. И дядя их отремонтировал. А вот этим чашкам уже более 40 лет. А это частично каминная, потому что идет уборка. И я помню, как мы сюда приезжали после нашей свадьбы с папой, с мамой. Сидели здесь все. Это было 4 года тому назад. Как быстро летит время. Было очень здорово. Дядя и тетя вообще не в напряг что-то сделать. Хотите гамак? Получите. А здесь поставили прицеп. И будет тоже зонтик, столики. Как на отдыхе? У нас классный дедушка, но мой папа тоже был таким хозяйственным. Детей уже сложно удивить какими-то аттракционами. И самые простые вещи оказываются самыми классными. Главное желание проводить время с ребенком. И немножко фантазии, наверное. Редактор субтитров А.Семкин